Юбилейные медали. До 9 мая во всех регионах России наградят медалями к 70-летию победы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В Саратовской области нагрудные знаки получат более 45 тысяч участников войны. Сегодня юбилейные медали вручили ветеранам Энгельского района. Подробнее в материале нашего корреспондента. В семье Федяевых с самого утра почетные гости. С предстоящим юбилеем победы их поздравляют представители администрации Энгельского района. Супругам вручают медали к 70-летию победы. Награды в этой семье – особая гордость. За боевые действия Евгений Ильич отмечен Орденом Отечественной войны и первой степени, Орденом Красной Звезды, а также несколькими медалями за отвагу, за боевые заслуги, за оборону Кавказа и за победу над Германией. Закончил 9 классов, закончил ароклуб. Меня приняли в летное училище в Омск. И там меня застала война. Попал на фронт в третью эскадрилью в полку. Потом в 1948 году я служил в Польше, перевелся в Советский Союз и попал опять в третий гвардейский полк. Мы очень рады, что сегодня имеем возможность поздравить вас, что вы с нами, вы передаете нам свой опыт, делитесь опытом. Спасибо вам за это огромное. О том, что подвиг ее не забыт, говорят и заслуженному врачу Тамаре Саблиной. В годы войны она работала хирургом в госпитале. В этом году женщине исполняется 96 лет. Торжественные слова говорят и со сцены Энгельского дома культуры. Здесь для фронтовиков и почетных гостей звучат песни военных лет и поздравления. Вот вы сами все видели, вы видели, как ветераны на это реагируют. Им очень важно внимание близких, родных, администрации. И если они это чувствуют на себе, и, конечно, они этому благодарны. И это то маленькое, что мы можем для них сделать. К юбилею Победы в Энгельском районе планируется наградить около трех тысяч участников войны. Почти половина, а это 1300 медалей, уже вручены. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.